герцоги сосекские считают ментальное здоровье одним из важнейших аспектов жизни современного человека меган и майрк л регулярно говорит о нем в интервью а принц гарри готовил посвященные ему проекты вместе с опрою инфри основателями подкаста мастер соев скейл а позже стал пиар директором в американском стартапе биттерап в то время как герцогиня сосекская празднует 41 и краткое день рождения журналисты издания экспресс вспоминают довольно откровенное письмо которое она написала самой себе послание в прошлое для 20-летней меган это время было весьма жестоким а я вела постоянную борьбу с самой собой так маркель описывала свое психологическое состояние в этом возрасте письмо меган размещала на странице в собственном блоге из этих прежде она вела его очень активно но позже удалила все записи оно датировано 2014 годом и было размещено в день 33-летие знаменитости которая тогда активно делала актерскую карьеру сегодня мне за 30 и я счастлива и я говорю это осознавая как много времени мне потребовалось для того чтобы почувствовать себя таковой я научилась принимать свои недостатки и поняла как быть доброй к себе чтобы не просто выбирать счастье а чувствовать что это осознанное решение маркл говорит что в 20 лет стала жертвой серьезной депрессии из-за того что неправильно выбрала приоритеты я постоянно воевала с собой собственным весом внешностью и неумением держать себя в обществе мне хотелось быть такой же модной и красивой как остальные девушки поскольку я себя таковой не считала по словам меган проблемы с регулярными неврозами начались у нее еще в школе в моей школе были как темнокожие девочки так и европейки я оказалась где-то посередине изменить отношение к себе ей помогла случайная знакомая во время одного из кастингов директор по подбору актеров сказала 24-летний маркель что она очень талантлива но и не стоит скрывать от окружающих настоящую меган отношения между сыновьями принцессы дианы можно назвать минимум прохладными об этом регулярно пишут зарубежные таблоиды и королевские эксперты главным доказательством этого можно назвать недавний юбилей принца уильяма 21 июня герцог кембриджский праздновал свое 40-летие и пока большинство членов монаршей семьи делились в соцсетях теплыми словами с именинником принц гарри и меган эмайер кайл сдержанно молчали единственный пост появившийся на их странице в этот день был посвящен одной из знакомых пары девушка просила поддержать ее лайками и репостами учитывая это поклонники монаршей семьи ожидаемо не рассчитывали что герцоги кембриджские поздравят герцогиню сосекскую с днем рождения 4 августа меган маркель исполнился 41 год свои поздравления для нее в сети оставили принц гарри принц чарльз и камила паркер боус несмотря на не самые теплые отношения с ней примеру других родственников последовали и герцоги кембриджские в соцсетях они опубликовали снимок герцогини сосекской сделанный во время службы в соборе святого павла по случаю платинового юбилея елизаветы двух желаем счастливого дня рождения герцогини сосекской гласит подпись под ним принц чарльз и его супруга камила паркер боулс опубликовали то же фото но украсили его анимации в виде воздушного шарика британская королева елизавета вторая от поздравлений воздержалась эксперты говорят что ее отношения с принцем гарри его женой в значительной степени ухудшились после того как они хотели позвать фотографа на ее знакомство с правнучкой лилибет тогда королева посчитала что герцог сосекский в дальнейшем хочет заработать на этих снимках продав их таблоидом и ответила резким отказом впрочем инсайдеры говорят что она позвала их в балмарал елизавета двух дала шанс принцу гарри и меган и маер каэл приехать в ближайшие недели в шотландию чтобы попробовать укрепить отношения королевский эксперт кинси шофилд заранее подтвердила что герцогиня сосекская не рассматривала вариант празднования своего 41 дня рождения в лондоне но и организации шумной вечеринки с множеством гостей в калифорнии заниматься и не пришлось друзей в мантисито у королевской четы немного на играх содружества которые сейчас проходят в бирмингеме присутствует весь цвет британской монаршей семьи на них уже были замечены принц чарльз и камила корн улл мягкий знак ская а также кейт миддлтон и принц уильям с дочерью шарлоттой но у королевы елизаветы второй есть и другие дети внуки и правнуки которые появляются на людях гораздо реже за столь быстро расширяющийся монаршей семьей трудно уследить но журналистам все же удается это сделать накануне на играх содружества их внимание привлек младший из восьми внуков королевы джеймс виконт северн которого как и питера филлипса называют любимцем елизаветы 2 джеймс второй ребенок младшего сына королевы елизаветы второй принца эдварда и его супруги софи графини у из секской его старшей сестрой является леди луиза виндзор девушке исполнилось 18 лет и теперь она раздумывает о том стоит ли поступать в университет 14-летний джеймс родился гораздо позже чем его двоюродные братья например 44-летний питер филиппес и сестры к примеру 32-летняя принцесса евгения возможно его юный возраст и стал причиной особенного отношения королевы к виконту северну джеймс появился на свет в результате кесарева сечения проведенного софию из секской в больнице фримли парк графства суррой 17 декабря 2007 года в июне этого года принц гарри и меган маркель присутствовали на благодарственной службе в соборе святого павла во время празднования платинового юбилея правления королевы но по словам публициста тома бауэра парень разрешили сидеть там где они хотели и это было личное распоряжение ее величество сосекские рассчитывали что займут места рядом с принцем чарльзом герцогини камиллой принцем уильямом и кейт миддлтон однако этого не произошло принца гарри и меган маркель попросили разместиться в противоположном конце зала мне сказали что они должны были появиться в казармах веллингтона чтобы сесть в карету для младших членов королевской семьи чтобы отправиться в собор святого павла на юбилейную службу гарри и меган намеренно опоздали поэтому транспорт уже ушел и они могли сделать парадный выход из машины и зайти в здание по ступенькам как все почетные гости очевидно это было нужно для съемки netflix предположил том бауэр когда они шли по проходу чтобы сесть поближе к старшим членам королевской семьи швейцар по-видимому сказал им вы не можете тут пройти вы сидите на восьмом или девятом месте или что-то в этом роде гарри возмутился почему на что швейцар ответил так приказала ваша бабушка поделился писатель инсайдерской информацией неверность предполагаемая принца уильяма одна из самых обсуждаемых тем в британской прессе за последние дни герцоги кембриджские производят впечатление истинных хранителей королевских семейных традиций но журналисты таблоидов настаивают на том что им есть что скрывать один из анонимных блогов посвященных жизни селебрити опубликовал на днях рассказ инсайдера настаивающего на том что принц уильям регулярно изменяет своей жене источник близкий королевской семье заявлял что между герцогом кембриджским его супругой существует негласный договор позволяющий ему открыто иметь любовницу причем кейт миддлтон якобы вовсе не против подобных связей на стороне как утверждается от принца уильяма требуется только не относиться к романам серьезно и не испытывать к очередной любовнице сильной привязанности как только это происходит как это уже было с предыдущей девушкой ее тут же меняют на новую чтобы принц не влюбился подчеркивает таинственный аноним причина по которой герцогиня кембриджская смотрит на романы мужа сквозь пальцы кроется в разнице предпочтений в постели он любит использовать секс игрушки она слишком старомодной отказывается это делать говорит инсайдер примечательно что в самой сплетни не упоминается имя принца уильяма источник указывает лишь на некого члена королевской семьи близкого к елизавете двум но пользователи соцсетей уверены что знают о ком идет речь хэштег с именем герцога кембриджского уже попал в число самых популярных в соцсетях королевский эксперт издания the sun duncan ларком признает что семья принца не будет предпринимать никаких действий для того чтобы опровергнуть этот слух традиционно британская монархия избегает комментирования таких скандалов чтобы не оказаться в двоякой ситуации где их слова могут быть истолкованы неверно